Привет! После предыдущего ролика, посвященного целям, ко мне поступил такой вопрос. Нужно ли прилагать максимум усилий для достижения цели? Казалось бы, чем больше усилий, чем больше времени, внимания и ресурсов мы посвятим достижению цели, тем скорее мы ее достигнем. Однако в действительности так происходит далеко не всегда. Почему? Спросите вы. Видите ли, когда мы складываем на жертвенник все свое внимание, свое время, свои ресурсы, свои усилия, когда мы кладем на этот жертвенник все свои другие интересы ради одной единственной цели? Мы делаем так, что эта цель становится для нас избыточно важной. А мир устроен таким образом, что те цели, которые представляют для нас избыточную важность, становятся труднодостижимыми, а то и вовсе могут стать недостижимыми. И тогда мы потерпим горькое разочарование, потому что мы отдали все, мы пожертвовали всем и ничего не достигли. Люди, которые идут к своим целям на максимуме усилий, на всех парах, приходят к этой цели с надрывом, на последнем издыхании, оказываются уже неспособными порадоваться достижению этой цели. Согласитесь, бесполезно и глупо стать миллионером и при этом оказаться глубоким инвалидом. Люди, которые идут к своим целям с надрывом, истощают все ресурсы своего организма. Пока они идут к своей цели, их нервная система работает на пределе. Организм истощается. Люди заболевают тяжелыми хроническими заболеваниями. Поэтому мой ответ, нужно ли прилагать максимум усилий для достижения цели? Нет, не нужно прилагать максимум усилий. Я считаю, что к своим целям нужно идти спокойным, размеренным, комфортным лично для вас шагом. Наслаждаться жизнью и достигать цели – это вовсе не взаимоисключающие процессы. И вполне можно идти к своим целям попутно, радуясь миру, наслаждаясь своей жизнью. Можно идти к своим целям и при этом посвящать внимание своим хобби, другим каким-то интересам, встречаться с друзьями, общаться с интересными людьми, изучать какую-то литературу, не относящуюся к цели. И когда мы распределим свое внимание и при этом будем идти к своей цели, мы не так сильно разочаруемся, если вдруг цель окажется недостижимой. Парадокс заключается в том, что идя неторопливым шагом и наслаждаясь жизнью, мы можем гораздо быстрее достигнуть нашу цель, чем если мы будем в спешке, суетно и с надрывом, прилагая максимум усилий, работая на истощение и идти к цели. Таков мой ответ на этот вопрос. Такова моя точка зрения. Спасибо за этот вопрос. Под этим видео в комментариях вы можете задавать новые вопросы, я с удовольствием отвечу на них в своих новых видеороликах. Если это видео было интересным или полезным для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеоролики. С вами был Антон Деркач, увидимся в новых видео. Пока.